Девушки отдыхают Что за 10 лет мы можем надышать возле этого карьера? Мусорная реформа шагает во всей стране. Буквально везде принимаются новые правила, законопроекты, распоряжения и так далее и тому подобное. Но есть в нашей России, а именно в Московской области, еще те уголки, куда мусорная реформа не докатилась. Посмотрите, во что превратился этот шикарный природный ландшафт. Горы бытового мусора сваливаются здесь ежедневно. Все это втихаря под шумок присыпается грунтами и делают вид, что здесь происходит рекультивация карьера. Только кому он мешал? Было проведено собрание. Здесь в клубе собирались местные жители, которые категорически были против засыпки мусором данного объекта. При появлении нашей съемочной группы все рабочие тут же покидали свою технику и разбежались во все стороны. Сейчас мы пройдемся по огромному телу вот этого несанкционированного полигона, огромнейшей свалки, которая выросла прямо посреди деревни. И мы пытаемся пообщаться с рабочими, чтобы понять, отдают они себе вообще отчет в том, что они здесь сотворили. То есть вы не знаете, что вы делаете, куда везете? Я не знаю, что делаю. Ну, видите, там спрашивайте, друг. А вы боитесь что-то рассказывать? Вам не разрешают? Не надо, мне это надо. Сейчас просто здесь уже, ну, я не знаю, экологическая катастрофа, потому что запах стоит ужасный, жуткий. Да, чувствуется даже мороз. Днем более-менее. Вечером, ну, где-то после восьми вечера уже выйти нельзя. Мы все думали, что где-то пластмасс какой-то жгут. Вот только взгляните, повсюду горы мусора. Видно, что вот это вот все, оно здесь вот буквально присыпано, закопано землей, а по факту здесь непонятного вида отхода. И самое главное, стойкий, ужасно противный, едкий запах каких-то то ли химикатов, то ли канализаций. Я не удивлюсь, если окажется, что сюда приезжают ассенизаторские машины и под шумок сливают сюда отходы жизнедеятельности, потому что действительно пахнет очень плохо. Что завозится сюда, на эту территорию? Вот тут грузовики снают один за другим. Как что завозится? Грунт завозится. И все. Угравленный строительный мусор пятого класса. Итак, давайте посмотрим, какой же строительный мусор сыпет сюда предприниматели по их собственному признанию. Вот посмотрите вокруг меня. Скажите, это похоже на строительный мусор? Здесь есть кирпич, бетон, может быть, вот эта вот арматура, вот этот вот кошачий туалет. Или вот в этом вот пакете, где явно здесь вот, видите, остатки от какого-то корма для животных, питьевая вода, бутылка из-под пива. Да куча всего, что выбрасывают обычные люди в свой мусорный ящик. Оказывается, здесь вот. Извините меня, какой к черту это строительный мусор? Так, вот технические задания у них тут. Но это не все листочки. Наименование объекта несанкционированная свалка? Это вообще как такое? Наименование объекта несанкционированная свалка, источник финансирования работы, бюджет сельского поселения. Вы пришлите мне на WhatsApp, ладно, это вообще, конечно, просто нонсенс какой-то. Тут попахивает уголовщиной. Вся помойка, которая от жизнедеятельности людей есть, все под тихий сап вывозилось сюда. Здесь уже, наверное, не знаю. Получается, что под соусом того, чтобы убрать немного отходов, которые насыпали жители, они еще больше насыпали... Под соусом этого контракта и технического задания. Вот это вот безобразие творится. Где в техническом задании четко прописано, что нужно засыпать рекультивантом. Просто, чтобы вы понимали, каких масштабов бедствия здесь вот уже достигло. Вот посмотрите, просто горы мусора, которые здесь сваливают, они выше человеческого роста. Вот посмотрите я, и вот какие здесь навалы. Сейчас это все будет перемешано с грунтами, и я вас уверяю, грузовики поедут наваливать это дальше. И самое главное, здесь напрочь отсутствуют какие-либо технологии. Никакой техники, никакого современного оборудования, ничего здесь просто нет, ребята. А что люди, в нашем понимании, терпилы какие-то, развелось, можно сказать, вот этих вот местных царьков, да, и что хотят, то и воротят. Кто-то зачем-то это все прикрывает, непонятно по какой причине. Но мы не позволим, чтобы нашу территорию превращали в какую-то помойку, да, извиняюсь за выражение. Этой свалке уже три года, и природа как будто противится всему тому бардаку, который здесь происходит. Посмотрите, вот за то время, что здесь вот навалы, вот этот вот мусор происходит, растения пытаются пробиться через толщую вот этих вот навалов, и хоть какой-то найти путь к солнцу, к свежему воздуху, к природе. Ровно так же к солнцу, чистому воздуху и природе тянемся и мы, простые люди. Каждый из нас имеет право на благоприятную окружающую среду, и Всероссийское общество охраны природы сделает все возможное для того, чтобы обеспечить это право нашим жителям.